Катин Всем привет и добро пожаловать ко мне на канал. Мой канал посвящен синтезаторам электронной музыки и моему творчеству. Если вам такое интересно, обязательно подписывайтесь. И сегодня мы поговорим на очень интересную тему. Шесть причин, почему же стоит покупать электронный диджитакт. У меня есть электронный диджитакт, и я попытаюсь сейчас вас убедить, почему стоит его купить. Первая причина — это скорость создания музыки. Электронный диджитакт является очень клевым устройством, на котором вы можете просто за пять минут создать уже какой-то паттерн, который может превратиться в трек. Конечно же, здесь очень многое зависит от того, насколько вы знаете это устройство. Если вы прошли определенное знакомство с ним и определенный период, скажем так, притирания к этому устройству, и он для вас уже является не чем-то новым, и вы знаете, как быстро достать и зарандомить, например, какой-нибудь эффект, или как быстро перекинуть настройки MIDI с одного канала на другой, короче, посредством Copy-Paste и другими функциями, то, конечно же, для вас это становится очень быстро. Я скажу, что нужно примерно, наверное, полгода. Ну, для меня нужно было полгода, может быть, для вас быстрее, если вы быстрее воспринимаете информацию и наращиваете, скажем так, мышечную память, то, наверное, для вас может быть это быстрее. Примерно полгода у меня ушло на то, чтобы освоить это устройство, и на процентов, наверное, 85 или 90 его освоить, чтобы я понимал, где мне что нужно взять, и когда это сделать, и зачем это нужно сделать. Короче, вот так. Вторая причина, это по которой я вообще купил это устройство, это MIDI-секвенсор. MIDI-секвенсор в этом устройстве очень клевый, здесь 8 дорожек, каждый 8 дорожек могут раздавать по 4-голосовой полифонии на каждый синт. Сусловно, вы можете подпитать 8 синтов и подать на него аккорд, на каждый из 8 синтов по аккорду из 4-х полифонических нот. Сам секвенсор электрона, он очень интересный, он имеет три кондишены, параметр локи, и все эти функции доступны также и для внешних устройств, потому что вы можете не только ноту подавать и шаг, вы также можете подавать на ваше устройство 8 различных параметров, которые вы можете настроить в этом секвенсоре. Это может быть фильтр, огибающий, это может быть все, что угодно, это может быть все, что доступно в вашем внешнем устройстве. То есть, если он принимает MIDI-сиси сообщения, вы просто смотрите в мануале, чем вы хотите управлять, назначаете это в секвенсоре, сохраняете потом в темплейт и просто используете. Короче, секвенсор здесь один из самых классных железных секвенсоров по соотношению цены и качества, плюс, конечно же, в Digitact есть еще возможность быть дыром машины, поэтому он даже выигрывает, наверное, других секвенсоров в чем-то. Интеграция с внешними устройствами. Поскольку в Electron Digitact есть два дополнительных выхода, через которые мы записываем сэмплы, также в него можно подать либо два монофонических разделить на левый и правый канал, либо один стереофонический какой-то инструмент. Это может быть в том числе и компьютер, либо куча инструментов, собранные в микшере, например, и стереопара из микшера потом запихнута в Digitact. И почему это удобно? Потому что в Digitact есть сочин компрессия, например, на кик, и также у него есть еще компрессор, который весь мастер-микс вместе с барабанами Digitact и внешним устройством может поджать до определенного уровня для того, чтобы микс был более плотным. Также доступны шины эффектов, которые можно использовать для внешнего устройства. Это может быть реверп и дилей, которые есть в Digitact, что очень удобно. Короче, интеграция с внешним устройством, с одним, ну или с несколькими, как я до этого сказал, по какому принципу можно их подключить, здесь доступно, и как бы это еще одна из причин, почему нужно купить Digitact. Компактность и портативность. Электронный Digitact железненький, тяжеленький, но размер его не очень большой, что позволяет его использовать как в студии, так и на выступлениях. Соответственно, он немного места займет в вашей сумке. Если вы делаете музыку с помощью него, то есть как бы он не очень много места занимает, можно его носить с собой. Было бы здорово, конечно, чтобы в нем была еще встроена батарейка, но это же абсолютно отдельная история. Ну, я, например, люблю, когда в педалях есть дополнительный вход. Не вход, а есть, короче, возможность использовать с помощью батарейки. Ну, можно было бы, наверное, здесь тоже реализовать, но почему-то не реализовали. Ну, либо Powerbank внутренне встроенный, который бы от USB заряжался. Тоже было бы круто, но, к сожалению, здесь этого нет. Еще одна из причин покупки Digitact, это уникальный интерфейс и очень интересный рабочий процесс, который позволяет, ну, во-первых, вас вдохновляет. Когда вы узнали все эти функции, как с ними работать, вы можете следовать его workflow для того, чтобы получать какие-то интересные результаты, в том числе и рандомные. Здесь есть возможность взять какой-то параметр, зажать его, нажать кнопку Yes, и тогда он, например, выставит настройки фильтра, если вы фильтр зажали. Зажали, например, LFO, нажали кнопку Yes, и он зарандомит LFO. И так можно до бесконечности заниматься с вашим сэмплом, который записан изначально в Digitact, до получения какого-то интересного результата. Это очень вдохновляет, это креативный процесс, который всегда нравится. Также его уникальная фишка – это параметр Loki. Мы можем зажать на каждый канал любой параметр настроек, будь то высота тона, фильтр там тот же, опять же, или огибающая. И отпустив потом эту кнопку, когда мы зажимаем, крутим, отпускаем, и все эти параметры сохраняются. Соответственно, на всей дорожке они не сохраняются, но только на одном параметре сохраняются. Также можно изменить даже сэмпл на нем, что позволяет на одной дорожке много-много барабанов использовать различных. Короче, параметр Loki – это еще один из уникальных моментов электрон-диджитакта. Также можно нажать кнопку трек и покрутить какую-то ручку, и в этот момент у всех треков, у всех восьми треков этот параметр меняется. Например, высота тона, или там опять тот же фильтр. Короче, это классно для перформанса. Например, вы играете, играете, у вас паттерн сохранен, он играет, нажимаете трек, что-то крутите, все меняется кардинально, накрутили-накрутили, таким образом можно сделать какой-то брейкдаун, или, например, можно как-то изменить партию, и потом с помощью комбинации Function No или Track No, я уже на слух не помню, на глаз помню. Да, Function плюс No, и мы возвращаемся к первоизданному состоянию этого пресета, что очень здорово, и как бы можно использовать это для импровизации во время лайф-вступлений. Кстати, еще очень интересная фишка, которую я постоянно пользуюсь. Например, у меня есть паттерн, его исходное состояние, нажимаю трек, что-нибудь кручу, 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 у меня что-то получилось, я беру Function Copy, копирую это накрученное состояние, потом нажимаю Function No, он возвращается к первоизданному состоянию, и потом я делаю Function Paste, и он опять вставляет, потому что он в буфере хранит состояние этих настроек. То есть получается у меня вот сколько вариаций для того, чтобы использовать их во время лайва, ну или во время записи трека, когда мы делаем какой-то мастер-микс или что-то типа того. Очень крутая штука, это Feel, она используется мною для лайв-вступлений, ну или для сбивок. То есть, что это имеется в виду? Например, если вы не любите использовать несколько паттернов или там Song Mode для того, чтобы выстроить вашу композицию, я люблю, например, вот использовать один паттерн, это один паттерн, это у меня одна зарисовка, один трек. Когда обычный паттерн играет, у него шаги прописаны, то в пустые шаги или как-нибудь я делаю настройки на эти шаги с помощью фила, то есть можно выставить ему такой параметр, что он будет активирован, этот шаг, только в тот момент, когда я нажимаю кнопку Fill. То есть, например, у Кика есть четыре шага, все четыре шага играют, я беру два последних шага, зажимаю, чтобы они пропали в момент на нажатии Fill, а между ними добавляю еще какие-то секвенции, которые появятся в этот момент. И когда я играю Live, я нажимаю кнопку Fill, то некоторые пропадают звуки, а новые появляются. То есть получается, как бы, изначальный паттерн это Part A, а когда мы нажимаем Fill, это Part B. Там можно, на самом деле, очень много запрограммировать, можно все восемь дорожек иметь вот такие вариации. Как бы это очень здорово. Trick Condition, но это уже функция везде популярная, то есть стопроцентное срабатывание сигнала, меньше процент, меньше процентов срабатывания. Очень удобно. Например, если я хочу сэкономить свои дорожки, как я делаю? Я беру хай-хет, использую этот хай-хет для того, чтобы он играл, например, каждый четыре шага, пусть он играет, а все остальные, и на нем я ставлю стопроцентов, все остальные я тоже ставлю, но им процентное соотношение не выстраиваю. То есть у меня эти залочены на 100%, беру, отжимаю, потом я беру общую процентное соотношение, Trick Condition, убавляю вниз, все пропадают, остаются только те, которые 100%. И если я хочу партию как-то вариативности иметь, я добавляю процентов, и остальные появляются вместе с этими. То есть можно также Part A и Part B устроить для каждого инструмента. Ну, как бы это очень удобно для того, чтобы использовать один пресет, точнее, один паттерн для трека. Интеграция с DAW – это еще одна причина, по которой стоит купить Electron DigiTact. В Electron DigiTact есть программа Overbridge, которая устанавливается как плагин на компьютер, и в этот момент ваш Electron DigiTact становится как VST, плагин для вашего компьютера, можно крутить различные параметры, там появляется свой интерфейс, соответственно, это очень удобно для того, чтобы использовать его с DAW. Также большим плюсом является то, что каждую дорожку из этих восьми, здесь выходов нету на DigiTact, но в Ableton можно подать эти восемь треков отдельно на каждую дорожку и, получается, записать мультитреком. Потом все это дело свести грамотно, развести по панораме уже в компьютере. Так что интеграция с компом – очень крутая штука здесь, и входящий сигнал, кстати, который вы, например, можете какой-то синт вписать в него, также можно отдельно в дорожку писать, ну, как звуковая карта получается. Еще один из немаловажных моментов – то, что можно через камеру Connection Kit подключить, например, к телефону, к айфону это устройство по USB и записать прям видео сразу уже со звуком. Ну, это удобно. В эпоху социальных медиа мы можем использовать это для того, чтобы показать свою зарисовку. Короче, удобно. И также с телефона можно записать в него, там, не знаю, на YouTube что-то засамплировать. Короче, классная интеграция по USB у Electron Digitactor. Мои персональные какие-то плюсы для Electron Digitact, я могу сказать, наверное… Ну, во-первых, это были те, что я перечислил, мне кажется, они тоже являются моими персональными. Но хочется добавить, что когда вы свой Electron Digitact наполняете своей музыкой, то есть своими сэмплами, когда вы работаете постоянно с тем, чтобы наращивать вот этот объем сэмплов, которые можно поместить в Digitact, их тут не так много, но память ограничена. Но, тем не менее, если ваншотами заниматься, то, короче, у вас получится ваша музыка в этом устройстве, и в этот момент устройство становится для вас очень родным, и вам хочется чаще к нему подходить. Потому что когда стандартные сэмплы, может быть, это не так интересно, а когда у вас появляются свои банки с сэмплами, свои заготовки, устройство становится по-настоящему вашим, оно становится не каким-то другим. Ну, так, наверное, все сэмплеры работают, но, тем не менее, я хотел бы это тоже отнести в мой такой персональный плюс, который мне хотелось бы вам рассказать, потому что я породнился этим устройством, когда сделал именно это. Я записал все свои драм-машины, записал все свои синтезаторы, и просто могу брать и начинать уже делать музыку. Это очень быстро происходит. Это как бы здорово. Еще хочется поговорить про прошивку. Это очень важный момент, потому что с каждой новой прошивкой Electron DigiTact становится интереснее. Я не знаю, насколько вперед еще будет много интересных прошивок. Может быть, они из стерео там добавят, не знаю. Но, тем не менее, прошивки постоянно прибавляют что-то новое. Там LFO второе добавился, вот SongMod добавили, потом добавили 4 машины по слайсингу сэмплов, то есть не по слайсингу. Короче, 4 типа машины сэмплирования там есть. Каждый может выбрать для себя более ему подходящую. Еще хочется от себя добавить, что есть один важный момент. Он как бы является, наверное, минусом больше, чем плюсом. Но я добавлю его в это видео, потому что оно здесь более актуально. Суть в том, что вы не видите плюсов Electron DigiTact, пока у вас его нет. Вы приходите в магазин и начинаете его сравнивать с другими устройствами. Например, вот типа пэда нечувствительные, вот выходов мало, вот там у него моносэмплы, памяти мало, там еще что-то. Как бы эти все факторы, они говорят о том, что устройство постоянно ограничено, стоит дорого, там условно, ну как бы зачем его покупать. Но все вот эти плюсы, три кондишн, фил, рэндом, вот эти вот, все эти штуки, которые доступны вам после того, как вы ознакомитесь с Electron DigiTact, они доступны вам после того, как вы с ним ознакомитесь. И как бы эти все фишки, они в принципе и держат музыкантов за это устройство, потому что оно интересно и полезно в вашей музыке благодаря этим штукам. То есть, скорее всего, это, наверное, минус. Вы не можете их узнать до того, пока вы его не попробуете. Вот, наверное, и все. Об этом я сегодня хотел вам рассказать, об этих причинах. Надеюсь, я кого-то переубедил или наоборот разубедил. Также было бы здорово почитать ваши комментарии на тему и причину, почему вы купили Electron DigiTact, или по какой причине он у вас. Пишите в комментариях. Ну и также я надеюсь, что вам интересно было смотреть это видео. До скорой встречи. Пока.